Добро пожаловать в Майнкрафт, но я могу купить абсолютно любой предмет! Обязательно смотри этот ролик до конца и нажимай на эту красную кнопочку подписаться, ведь в конце вас ждет полная жесть! Поэтому скорее ставь лайк и приятного просмотра! Итак, дорогие друзья, добро пожаловать в Майнкрафт, но... О май гад, мы появились в джунглевской деревне? Это что-то новенькое, я реально появился в деревне, но и в то же время в пустыне, да и в то же время в деревне! Как бы там ни было, добро пожаловать, ведь в этом ролике я создал в Майнкрафте свою собственную корпорацию под названием Тумка Шоп! Именно так я назвал свою корпорацию, потому что благодаря ней мы сможем покупать в Майнкрафте абсолютно любой предмет, который только захотим! Но знаете, изначально звучит все... Так, секундочку... Да, на это нужно было посмотреть вблизи, это типичный баг Майнкрафта! В общем-то сегодня мы будем зарабатывать деньги, и эти деньги будем тратить на наши покупочки, Но, к сожалению, не все так просто, ведь деньги мы будем получать как? К сожалению, не за то, что мы существуем, или за то, что мы ходим по блокам, а за то, что мы выполняем именно разные ачивки! То есть каждая ачивка, которая будет нами выполнена, будет давать нам определенное количество денежек, давайте проверим! Первая ачивка в Майнкрафте, всем известно какая, это скрафтить мой самый любимый предмет в Майнкрафте, это верстак! И хопа! Тебе выпал мешочек с монетками! Да, ребята, мы только что получили вот этот вот мешочек, который, если мы нажмем правой кнопкой мыши, считаем монетки, считаем монетки, тебе выпало 6 монет! Тем временем рядом мы начали уже зарабатывать в первую минуту нашего выживания, у меня 6 монет, и я уже могу, наверное, себе что-нибудь купить! Правда, пока еще 6 монет, это не совсем достаточно, чтобы купить себе какую-нибудь новую машину или личный самолет, Поэтому давайте добудем еще немного дерева и пойдем дальше по ачивкам! Кстати говоря, ачивка с верстаком в чате не отображается, но я думаю, об этом знают все, потому что верстак считается как первоначальная ачивка, И дальше у нас имеется ачивка с деревянной хиркой, а, вернее, не деревянной, а каменной! То есть мы вот берем для начала, делаем себе обыкновенную деревянную хирочку, ачивку никакую не получаем, теперь ищем камень, И в теории, добыв камень, мы выполним еще одну ачивку с булыжником, даааа, смотрите, мы получили мешочек с монетками! Окей, мне это уже нравится, приятный сюрприз, приятный бонус, нажимаем правой кнопкой мыши, считаем монетки, 36 монеток! Омайгад, 36 монет? Стоян, Бакарамбачу так много, и почему начался дождь? Погода пытается меня напугать, но она не знает, что у нее ничего не получится, потому что я уже считаю себя миллионером в Майнкрафте, У меня 42 монеты, и я не знаю, как это много, но мне кажется, что это очень много, и ээээ... Левитирующая овечка на ваших экранах, дорогие друзья! Итак, окей, открываем верстачок, и делаем нашу прокачанную уже каменную кирку, выполняя тем самым еще одну ачивку, мы получаем еще один мешочек, И давай-давай-давай, барабанная дробь, сколько-сколько? 26 монеток, окей, неплохо! И я уже вижу зомби, который пытается напасть на эту деревню, но знаете что? Этот зомби мне делает реально подарок на день рождения, ведь благодаря нему, я сейчас выполню еще одну ачивку, и это будет первое убийство моба в Майнкрафте, за которое... Я получаю... Омайгад, что? Я получил сразу два мешочка монет? Что за приколы? Ведь реально сейчас просто стану миллионером, однако у меня два сердечка, поэтому главное, оба, остаться живым миллионером! Чтобы не умереть, мне нужно быстренько сделать себе один инструмент под названием мотыга, это самый лучший инструмент в Майнкрафте, для того, чтобы добыть себе немного хавчика, сделать себе хлебушек, и желательно не умереть с голоду, найс! Теперь у нас будет хлеба, я думаю, на весь сегодняшний ролик, а также, омайгад, тебе выпал мешочек с монетками, что? Я за то, что я съел хлеб, мне выпал мешочек с монетками! У меня их теперь целых три штуки, окей, три штуки, которые мне сейчас дадут миллион монет, давай, летс го, первая монетка! Считаем монетки, 20 монет, окей, круг номер два, 32 монеты, и окей, поехали, третий круг, я получаю 38 монет! Боже, сколько у меня монет сегодня, у меня, у меня два стака и 30 монет уже! Всё, ребята, я начинаю раздумывать тему того, какой самолёт я буду покупать, зелёный, оранжевый или вообще двухэтажный? Однако для начала, мне нужна всё-таки шахта, для того, чтобы я добыл немного камня, и желательно не умер от крипера, пожалуйста! Я будущий миллионер в Майнкрафте, мне нельзя умирать от крипера, потому что я не смогу воспользоваться своими деньгами, и не смогу купить свой личный самолёт, поэтому, о, уйди, не подходи ко мне! Ладно, так уж и быть, взрывайся! Я добыл немного камня для того, чтобы скрафтить себе печку, а также добыл немного железа, чтобы сделать себе, наверное, железные инструменты! Так, сколько мне нужно железа? В идеале, мне нужно 24 штучки, чтобы сделать себе железную броню, но что, если я вам скажу, что, возможно, я даже не буду тратить железо на железную броню? Ведь, возможно, всё, что я буду сегодня тратить, это свои деньги, монеты, которые я заработал, и чё-то слишком много тут зомби! Так, 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 они явно откуда-то идут, но, по всей видимости, нет! И прости меня, верстак, но, по всей видимости, мне придётся скрафтить новые, потому что старые я забыл на поверхности, в принципе, немного меняется время от времени, однако он мне срочно нужен был для крафта топора, потому что, о, май гад, я не знаю, куда мы отпустились, но тут наверняка будет опасно, огромная шахта, ещё один крипер! Братишка, вот почему мне не выпадают монеты за то, что я тебя убиваю? Хотя, а, ну, я тебя не убиваю! И давайте посмотрим, какая ачивка у нас идёт далее! Это железо переплавленное, причём железо, и мы получаем мешочек с монетками, и давай, давай, порадуй меня, пожалуйста, стаком монет! Раз, два, три, монетки, приди! Четыре монетки? Серьёзно, четыре монетки? То есть я, я просто крафтил верстак, и получалось это 20 монет, а за то, что я три часа добывал железа, я получил четыре монеты! Эх, вот так, Майнкрафт, ты меня разочаровываешь! Ладно, корпорация Тумки, я уверен, нам подготовила что-нибудь интересное на сегодняшний день, поэтому просто добудем оставшееся железо, и тут, кстати говоря, ко мне пришли гости, да, В теории даже этого гостя можно хорошенько поприветствовать! Давай пообщаемся, милый гость, если что, я спрячусь в блоках, но главное, о, нет-нет-нет, стой, подожди, я в таком месте, что он меня даже не достанет, найс! Мы получили нашу первую эндерперлу на сегодня, и кажется, пришло время нам, как говорится, немножко обезопасить себя от смертей, желательно скрафтив себе щиток, и давайте посмотрим, что дальше нас ждёт! Нас ждёт железная броня, а также ведро славы и железная кирка в целом! Мы всё это уже можем сделать прямо сейчас, поэтому быстренько начинаем крафтить первоначально наш железный нагрудник, и ещё один мешок с деньгами, и давайте мне как можно больше денег! Пожалуйста, Майнкрафт, не разочаровывай меня, 20 монет! Окей, это, в принципе, неплохо, у меня почти три стака монет, и совсем скоро, друзья, мы узнаем с вами, на что я смогу их потратить, и сколько будет стоить у нас всё в магазине! Я надеюсь, что корпорация Тункашоп нас не подведёт, и там не будет цены по, типа, пять стаков монет на один блок земли! Итак, создаём себе ведро, и создаём себе сразу же железную кирочку для ещё одной ачивочки, и ещё одного мешочка с деньгами, let's go! Что мы получим прямо сейчас? Мы получаем 31 монету, вот это мне нравится! И теперь за лавой даже далеко ходить не нужно, потому что она совсем рядом! И, боже, вот это называется время деньги, посмотрите, просто каждую минуту я зарабатываю себе по 30, по 40 монет, и, оу, я верю скелета! Мне кажется, в скором времени я заработаю так много денег, что я смогу заказывать себе какого-нибудь зомби или какого-нибудь скелета, который будет мне помогать и всех убивать! Отлично, у меня будут просто мобы-помощники! А пока что быстрый, когда будем немного железа, потому что в теории я могу пока что сделать себе железный комплект, чтобы не умереть от какого-нибудь моба, потому что будет очень обидно, если я умру вот от этого крипера до того, как успею потратить все свои монеты! Кстати, наверняка вы хотите спросить, Тунка, где вообще находится корпорация Тункашоп? Как её найти? Как в ней закупиться? Я, ребята, вам сейчас отвечу! Для этого нам первоначально потребуется 8 золота, пока что у нас всего 2 штучки, и нам нужно аккуратно паркурить для того, чтобы не упасть к этим мобам, которые внизу так и жаждут того, чтобы я туда упал, и они меня сожрали! Так, я вижу золото! Мне нужно всего лишь 6 штучек, и в теории, о май гад, в теории нам будет достаточно, наверное... 7, 8, да, всё, нам достаточно золота, чтобы, ребята, попасть в корпорацию Тункашоп, летс гоу! И также, нам нужен ещё один... О, нет, я упал к мобам! Нет, 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 не подходите ко мне, не подходите ко мне! О, нет! Я не готов умирать в этом Майнкрафте, поэтому быстренько выпаркуриваем отсюда! Ааа, ладно, убегаем отсюда! Итак, тем временем, у меня ровно 8 переплавленных золотых слитков, и также нужно сделать секретный ингредиент! И это что? Правильно! Это верстак! Разумеется, в корпорации Тункашоп самый главный ингредиент это верстак, а вокруг него золотые слитки, и мы получаем... Магазин! Просто посмотрите на этот магазин! Да, ребята, вы наверняка уже поняли, что Тунка Корпорейшн владею не только я, но ещё и... Жорик! Абсолютно верно, друзья! Жорик владеет этой корпорацией, просто на него посмотрите! Мы из него сделали золотой блок из верстака и золота! И просто, внимание, если я его открою, я получаю... Огромнейший магазин! Просто посмотрите на это! Гигантское количество предметов, которые я могу покупать, и все они имеют свою определённую цену! Золотые блоки, алмазы, шерсть, всё что угодно! Кстати, у меня появился новый предмет, и это... Кошелёк! Что за приколы? Посмотрите, у меня реально появился настоящий кошелёк в руке, хорошо? Я нажимаю по нему правой кнопкой мыши, и у меня реально открывается кошелёк! В теории, я могу скалывать в него свои монеты, для того, чтобы их не потерять, и для того, чтобы магазин считывал монеты именно с моего кошелька! Это моя, так называемая, банковская карточка, через которую я смогу оплачивать всё в нашем Тункашопе! Теперь у меня баланс 192 монеты! И давайте посмотрим, что ещё интересного есть в этом магазине! Так, я могу сразу себе наковальню, могу сделать себе абсолютно любой блок, но я не блоки хочу! Я хочу нормальную броню! Ооо, мы пришли к мечам, хорошо к броне! Ооо! Я могу купить алмазы на грудях за 50 монет! Подождите, у меня 192 монеты! Я не знаю, на сколько я готов тратиться, но... Стоп, 70 монет стоит на эстеритовая броня? Оу май гад, я могу купить всё, что захочу! Однако, знаете, что для того, чтобы что-либо купить, нам нужно для начала выбраться из шахты! Дело в том, что... Так устроена корпорация Тункашоп, что они не умеют доставлять нам в шахту ресурсы! То есть курьер нам может доставлять ресурсы, только находясь на поверхности, потому что, если быть честными, то он вообще их доставлять будет с небес! Да, звучит, возможно, странно, но, эм, на самом деле, так и есть! Берём наш магазин, и давайте, например, купим золотое зачарованное яблоко, как, к примеру, одну штучку заказываем, и просто смотрите, что случится! Ооо май гад! Что это было? Это, ребята, это только что была доставка Тунка Корпорейшн! Вот это поворот! Они нам наставили какой-то судночок, смотрите, упаковали, как красиво! Упаковали наш заказ, иииииии... О май гад, мы получили, а, зачарованное золотое яблоко и нагрудник в подарок! О май гад, они нам ещё сделали подарок, ребята! Это комплимент, просто посмотрите! Как говорится, комплимент от заведения! Ну, нагрудник у меня уже имеется, хотя этот вроде будет получше, иииииии... готовое наше зачарованное золотое яблоко! Открываем наш кошелёк, и он почти пуст! Блин, это нехорошо, поэтому заполняем его быстренько монетками, и нужно срочно идти дальше выполнять ачивки, потому что тем самым я почти всё потратил, ещё ничего, эм, ты всё ещё тут левитируешь? Дело в том, что для следующей ачивки нам нужно для начала защитить себя от выстрела скелета с помощью щита, затем добыть себе обсидиан, ну, для добычи обсидиана для начала нам нужно найти алмазы, поэтому три ачивки мы должны их выполнить прямо сейчас! Так, ладно, я там вижу... О май гад, золотого акслотля! Прыгаем к нему, как говорится, и он ещё не один, он ещё и с другом! Ну, тут так, ребята, плавайте! Мешать я вам особо не буду, потому что мне нужен этот скелет! Щит у меня при себе, я просто готовлю, значит, три... Опа, давай, защищаемся! Найс! Выполнили ачивку с первого раза! Мы получили наш мешочек с деньгами, братишка, тебе нехорошо, может тебе помочь? Давай, помогаем, 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 подталкиваем тебя к водичке! И, внимание, мешочек с монетками, мы получаем 28 монет! Окей, в целом всё нормально, но мне нужно больше! Оу, два скелета, они сейчас будут драться между собой? Давайте же, это моя самая любимая битва, когда два скелета дерутся между собой! Встань между ними, и сейчас начнётся бой между скелетами, давай-давай-давай, летс гоу! Королевская битва в Майнкрафте, один скелет против другого, и всё, минус один скелетрон, Ну и в итоге, минус второй скелетрон, мы ради приличия добудем немного золота, чтобы сделать себе золотые яблоки, и отправимся дальше искать... Оооо! О, мой гад, я нашёл, я нашёл, я нашёл, супер! Боже, на какой мы высоте? Мы находимся на высоте 15, то есть на 14 высоте алмазы? Я не помню, когда я встречал на этой высоте алмазы, но отлично! Мы получили ещё одну ачивку, и вместе с ней ещё один мешочек с монетами! Так, ну я добыл алмазы, поэтому я должен сейчас получить стак монет! Давай, Томка Корпорейшн, не разочаруй меня! Три монетки! Серьёзно? Я только что нашёл три монетки, добыв алмазы, это самое невыгодное действие в Майнкрафте! Уж на самом деле, гораздо выгоднее было крафтить себе каменную кирку, нежели находить алмазы! Ну ладно, делаем себе алмазную кирочку, и теперь нам нужно пропустить водичку Клаве, для того, чтобы мы могли добыть себе немного обсидиана, так как бы так красиво это сделать! Я могу в теории просто взять эту водичку, разлить её сюда, и готово огромное количество обсидиана! Которые прямо сейчас аккуратно и по-майнкрафтерски мы будем добывать! Главное, опа, не падать в лаву, плюс одна ачивочка готова! И в теории, можем сразу же добыть себе на портал ВАД! Итак, наш портал ВАД тем временем готов, также у нас имеется наша зажигалочка, которую мы скрафтили, только что поджигаем наш портал, и я заметил, что для следующей ачивки нам нужно сделать себе алмазный нагрудник! Я тут подумал, у меня нет трёх алмазов, но у меня есть корпорация Тунка Шоп, которая прямо сейчас может продать нам, по сути, алмазный нагрудник! Да, это явно будет небольшой апгрейд, вместо того, что у нас есть сейчас! Падать наш... О, май гад, курьер, здравствуйте! Плюс одна доставка, мы получаем наш алмазный нагрудник, получаем сразу же ачивку, и мы просто одним выстрелом убили двух зайцев! Хорошо, что же мы получаем теперь за эту ачивку? Целых два мешочка с монетами, окей, так, открываем один, мы получаем... Семь монет! Пожалуйста, вторая монета, не разочаруй меня! Четыре монеты, окей, это было самое невыгодное действие в моей жизни! Ладно, как бы там ни было, мы получили зато алмазный нагрудник, и также, если я правильно понимаю, мы можем обменяться с одним жителем на что угодно, и тоже выполнить ачивку! То есть, в теории, я подхожу к любому жителю, и, например, обменим с ним на этот... Ой, какой выгодный супчик, летс гоу! Мы получаем еще одну ачивочку, еще один мешочек с монетами, и в итоге нам выпадает четырнадцать монеток! Окей, в принципе, мне хватит как минимум на бинокль, то есть я могу прямо сейчас купить этот дешевый бинокль, который, по сути, очень сильно мне поможет просто высматривать что-нибудь вдали, например, вот эти прекрасные баги Майнкрафта! Следующая наша ачивка будет размножить двух животных, это будут две коровки, и тем временем я накопил себе уже огромнейшее количество монеток, и просто посмотрите в чате, сколько я получаю монет! Я официально заработал себе монет на полноценный незеритовый сет, поэтому одеваемся! Берем для начала наш незеритовый шлем, о май гад, мы получили незеритовую лопату в придачу! Спасибо, корпорация Тумки! Дальше покупаем, получается, незеритовый нагрудник, также сразу же, сразу же! Готовимся брать незеритовые штаны, и, надеюсь, мне достаточно будет также на ботинки, так, быстренько, забираем наш нагрудник, забираем наши штаны, и, о май гад, я только что чуть не умер! Посмотрите, ребята, две доставки одна на другой! Мы получаем сразу же наши ботиночки, и вместе с ними наши штанцы! Дорогие друзья, мы укомплектовались в полный сет брони, и даже получили за это еще один мешочек с деньгами! Так, полагаю, за оставшиеся монеты можно пока что взять себе незеритовый топор, и сразу же лук с огромнейшим, реально, огромнейшим количеством стрел! Так, 29 стрел заказываем! Большое спасибо, корпорации Тумки, за доставку! Забираем наш лук, забираем наши стрелы! И все, пришло время отправляться нам в ад, и, пожалуйста, заспавните меня где-нибудь около нашей крепости! Я получил сразу два мешочка, серьезно! Однако, как я смею жаловаться, если прямо около моего портала находится наша крепость, и гаст, который в теории может помочь мне выполнить еще одну ачивочку! Братишка, стреляй! Давай, не сестяйся, дорогой друг! Найс, мы получили еще один мешочек с деньгами! А тут мы еще и попали в крепость! Ладно, открываем наш кошелечек, и закидываем в него наши монетки! О май гад, меня там кто-то уже убивает! Как вы смеете меня убивать? Вы понимаете, что я могу купить абсолютно любой предмет, и даже, наверное, ваше яйцо призыва? Как вдруг стало приятно выполнять ачивки в Майнкрафте? Потому что абсолютно каждая ачивка отдает тебе мешочек с монетами, за которые ты причем... О май гад, мне выпало 34 монеты! Мне кажется, я вернусь в обычный мир, уже реально миллионером смогу купить в том, как корпорейшн, все, что захочу! Кстати говоря, в теории, кроме как эти палочки и фрит, там мне больше ничего не нужно, у меня три сердечка, пожалуйста, пожалуйста, нет! Я не готов умирать, правда, у меня, если что, имеется зачарованное золотое яблоко, но помимо этих палочек, я думаю, что все остальное я могу спокойно купить в корпорации Тунки! Наверное, я даже эти палочки мог в теории там купить, но ладно, так уж и быть, немножко надо потрудиться в этом выживании, зато мы выполнили разные ачивки, и даже прямо сейчас я выполнил ачивку со стрельбой! Найс, берем еще один мешочек с монетками, и отправляемся обратно в наш мир! Кстати говоря, я заметил, что с каждой покупкой нам иногда даются какие-то бонусные предметы, например, я могу купить себе обыкновенный из-за какой-нибудь саженец, и есть небольшой шанс того, что вместе с ним мы получим какой-то предмет, но пока что не получили! В теории, если мы так поспамим очень много-много поспамим разными вещами, то, возможно, о май гад, мы либо разоримся, либо получим какие-то супер-крутые бонусные предметы! Я даже не знаю, что я купил, и давайте смотреть, так, мы купили, о май гад, какие-то ненужные ступеньки, о боже, зачем мы это купили? Мы купили слишком дорогие вещи, но при этом получили даже новую ачивку, и о май гад, посмотрите, вот она, Незеритова мотыга на удачу 3! Мы купили обыкновенный блок меди, и получили огромное количество ачивок, и мы даже купили, о май гад, блок Незерита, я купил слишком 2 блока Незерита! Мне кажется, я потратил всё своё состояние на покупку этих двух блоков! Ладно, как бы там ни было, у нас появилось 2 новых мешочка с монетами, и у нас, и того получается, 47 монет, поэтому в теории, эту тактику можно спокойно продолжать, покупая дешёвые блоки, пока мы не получим что-то супер-крутое в подарок! Корпорация Тубки, мы в тебя верим! Боже мой, огромнейшее количество фейерверков, и очень много разных сундуков! Я потратил очень много денег, и я чуть не умер, потому что эти фейерверки, оказывается, ещё и наносят мне урона! Ладно, будем осторожнее! О май гад, просто на это посмотрите! Тем временем, мы получили, посмотрите, огромное количество разных сундуков, и пора, ребята, устраивать анбоксинг в Майнкрафте! Так, проверяем, первый сундук у нас ничего полезного! Во втором сундуке у нас подарили, окей, железный нагрузник, в принципе, неплохо, дальше у нас тоже ничего! И, к огромному сожалению, почти все сундуки, они ничего не представляют из себя, кроме... О май гад, этот вообще завис в воздухе! В общем, бонусных приметов довольно-таки мало, и, о май гад, получили топор, какой-то мы получили топор, и... О май гад! Эффективность 48, удача 3, шарпнесс 26! Окей, этот топор мы явно себе забираем, и всё, ребята, пришло время покупать себе Ока Эндера или Эндер Пёрлы! И в теории, Эндер Пёрл стоит 25, у меня 192, поэтому я спокойно могу себе купить очень много Эндер Пёрл! Нажимаю заказать, и... О да, мой курьер из корпорации Тумки доехал и доставил мне 7 штук! Не могу сказать, что мне этого точно хватит, поэтому, на всякий случай, мы закажем себе ещё одну Эндер Пёрлу, это всё, на что нам хватит, заберём её и отправимся уже, пожалуй, искать нашу крепость для того, чтобы убивать нашего Эндер Дракона. А по пути, если что, мы добудем себе ещё что-нибудь, выполним ещё какую-нибудь ачивку, например, прямо сейчас, ведь за то, что мы следуем за Ока Эндера, по сути, мы должны получать за это ачивку. Или же нет? А, наверное, нам нужно найти саму крепость. Мне кажется, что я нашёл эту крепость, хоть и потерял одно Ока Эндера. Да, мы её нашли, выполнили ещё одну ачивочку. Так, убежим. Убежим мы, пожалуй, от этого скелета. И, о май гад, что это? Крепость в темпле? Чё за прикол? Это крепость в крепости? Это вообще что-то новенькое. Это вообще что-то новенькое. В любом случае, всё, что нам нужно, это заполнить Ока Эндера в этой крепости. И знаете, что, к сожалению, нам их недостаточно, по всей видимости, поэтому нам придётся зарабатывать ещё одно Ока Эндера. Серьёзно? Ладно, открываем ещё один мешочек с монетками. Пожалуйста, давай-давай, порадуй меня. 24 монеты. Добавляем их к нашему кошелёчку. И, пожалуйста, ставим наш в магазин. У меня ровно 42 монеты. Когда Эндерперл стоит 25, мы идём быстро её заказом. Но, оу, нет. Наш курьер доставил её на поверхность. Поднимаемся. Забираем мой быстренько. Забираем наш заказ. И отправляемся в нашу крепость. Летс гоу! Мы выполнили сразу же две ачивки за то, что попали сюда. Я не знаю почему, но давайте используем наш мешочек с деньгами. И просто вдумайтесь в то, что теперь, находясь в Энде, я могу купить абсолютно любой предмет, если мне вдруг что-то понадобится. Звучит безумно удобно, но пока что у меня всё есть. У меня есть лук и 27 стрел, поэтому я спокойно могу начать разрушать все кристаллы. А с такой остротой, как на моём топоре, я вообще сомневаюсь, что мне что-нибудь ещё понадобится. Итак, мы полностью готовы. Спрыгиваем вниз. Аккуратно, пожалуйста, пожалуйста. Давай-давай-давай-давай-давай. О, 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 жесть! Меня только что подтолкнул дракон, и я просто мог не до... не долететь. Как бы там ни было, дополняем немножко наш кошелёчек, и давайте посмотрим, что мы такого интересного можем купить. У меня 69 баланса. Однако, тем временем, у нас дракон уже снижается, поэтому, знаете что, нет времени для покупок, ведь у нас топор на 32 шарплеса вроде. А нет, а сорота 26. Но это не важно, потому что этого будет более чем достаточно, чтобы просто несколькими ударами унести дракона. Кстати, мы наносим ему реально очень большой урон. И всё-таки со своей монеты я хочу купить себе собаку. Да, я хочу купить себе Барсика. О, май гад, вместе с ним ещё и нагрудник в придачу идёт. Ну что, Барсик, призывайся, потому что прямо сейчас я хочу тебя приручить, и будешь помогать мне... Стой! Будешь помогать мне пройти Мейкрофт. С первой же косточки мы выполнили ещё одну ачивку. И теперь я могу вообще создать свою цивилизацию в Энде, ведь я могу создать несколько жителей, которые просто будут тут развиваться. И, возможно, строить свои дома, дорогие друзья. Всё, развивайтесь, выживайте. А я, тем временем, буду сражаться с эндер драконом, потому что он уже снижается. Хотя бы ради приличия съел свой золотое зачаровое яблоко, и буквально двумя ударами, или тремя ла, только что умереть, но ему осталось взять всего лишь один удар. И так как, скорее всего, я не успею, я просто стрельну в него один раз. Окей, ребята, у меня осталось восемь стрел. Но одной мне будет более чем достаточно, чтобы в прыжке стрельнуть в него разрушить... Хопа! И убить его водичкой! О, май гад! Что я только что сделал? Мы только что убили эндер дракона в прыжке, стрельнув в него с лукой, успев ещё разлить под себя воду. Фух, чтобы не умереть. Это было самое, наверное, жёсткое прохождение Майнкрафта. И если вам понравилась корпорация Тумки и то, что они нам подготовили, то ставьте лайк и не забывайте смотреть ролики, которые вы видите сейчас на экране. Спасибо за просмотр и всем пока-пока!